так всем привет с вами александр котин это мой обзор для канала markets для рубрики открытый микрофон хочу рассказать о своем видении текущей ситуации на финансовых рынках также под данным роликом есть ссылка по которой вы можете записаться на мою бесплатную консультацию в течение 40 минут я поработаю с вашей ситуации относительно трейдинга на финансовых рынках рассмотрим что у вас получается что не получается куда хотите прийти где находитесь сейчас что вам мешает прийти туда куда вы хотите прийти вот и вот в эту вот вот в эту вот вашу точку б так скажем ну и в течение 40 минут также мы сделаем план действий который вам поможет прийти туда куда вы хотите самостоятельно либо с моей дальнейшей помощью о которой я расскажу расскажу как получить эту дальнейшую помощь если она вам понадобится поскольку я никогда ни на чем не настаиваю и не делаю каких-то жестких продаж своего обучения там и так далее то есть я работаю соответственно с теми кто мне нравится и с теми кому нравлюсь я окей давайте рассмотрим то что происходит на евро и в настоящий момент времени мы видим что на рынок пришла волатильность вероятно это связано с какими-то событиями вероятно выборами в сша и так далее но текущую ситуацию на дневном графике евро я бы рассмотрел как и эйбиси паттерн где волна c у нас еще не завершена и так как мы имеем дело с обычной зигзагообразной коррекцией то просто зацепить минимум волны а здесь скорее всего не получится и по всей видимости идем мы в волну 3 волны c то есть и вот внутри этой коррекции можем снизиться еще куда-то в 1 15 может быть чуть пониже вот там где находится уровень фиба по отношению к третьей волны волне восходящего импульса 38 и 2 я считаю что вполне возможно что мы можем еще ниже пройти несмотря на то что отталкиваемся от этих минимумов и и я бы не стал здесь говорить о каких-то покупках но если вдруг образуются импульсы он скорректируется вот тогда я бы наверное рассмотрел покупки пока нет ясной ситуации советую оставаться в стороне и просто наблюдать что касается британского фунта если помните я говорил о том что вполне возможно формирование вот такой вот неправильной коррекции в четырехчасовом интервале где мы можем дальше пойти в пятую волну и обновить максимумы которые были образованы еще в начале сентября так вот в настоящий момент времени если мы возьмем примерно где-то час и здесь есть импульсная волна вверх которая корректируется на 30 минутах есть несколько баров которые соответственно говорят нам о возможности покупок в данной ситуации можно попробовать здесь пойти в лонг потому что фунт он от евро все-таки отличается что касается франка я думаю что все-таки будем цеплять максимум вот волны акт на дневном графике который был образован 25 сентября этого года завершил волну цей только потом можем вернуться нисходящий тренд относительно дневного масштаба что касается иены поение по всей вероятности если брать дневной недельный график мы стремимся обновить минимумы которые были еще в шестнадцатом году так как здесь была сложная коррекция вероятно мы завершаем и бисе паттерн через просто сложную коррекцию это не особо важно в текущий момент времени мы находимся в нисходящем тренде я бы рассматривал ту ситуацию которая сейчас происходит в четырех часах импульс и коррекцию этого импульса где соответственно вот от 61,8 у нас могут образоваться новые импульсные движения вероятно они уже могут здесь развиваться и находиться в стадии развития австралийский доллар все что я вижу на дневном это завершение волны а было в четырех часах она очень хорошо выглядит достаточно красиво смотрится два три четыре и пять соответственно мы начали ее корректировать волной b внутри волны b получается у нас a, b и c еще не было я думаю что где-то вот с этих вот значений это примерно в цифрах я видите я зависит заточен под визуал в основном цифры я обычно не смотрю ну где-то вот 172 с половиной мы можем 0172 50 мы можем пойти отсюда вниз завершив волну b так как волна b началась не с тройки а с импульса то вероятнее всего она будет простой коррекцией обычным зигзагом то бишь дневной график новозеландского доллара на мой взгляд та структура восходящая которая пошла от 24 сентября это все конечно же очень напоминает волну b и я думаю что волну c мы еще увидим и будем корректировать данный импульс куда-то в район 38.2 от этого всего импульса но в район вот этой предыдущей коррекции поэтому в данном случае здесь конечно же есть сигнал продажи но это очень большой для меня лично стоп поэтому я бы не стал отсюда шортить дождал бы какой-то другой ситуации как и в принципе на всех рынках канадский доллар при наличии тройки в волне а мы говорили с вами о том что возможно развитие либо плоской либо треугольной коррекции но так как волну c мы максимум волны а не зацепили здесь появился дивергентный бар ну то бишь бар с нижним закрытием то в настоящий момент мы очень четко от скажем так отработали нижнюю образующую линию треугольника и вполне вероятно что идем еще волну е после чего я думаю что вся коррекция может закончиться и пойдем куда-то еще ниже но в рамках этой коррекции конечно же торговать крайне тяжело даже если мы говорим про внутридневную торговлю что касается золота на золоте я уже рассказывал про золото ABC паттерн зацеп в волне а два сигнала на покупку первая вторая здесь видите минимумы не обновили поэтому вполне вероятно что мы текущее движение которое было вниз точнее вот завершенное движение которое было вниз будем считать второй волной отсюда у нас уже идет первая вторая волна нового импульса поэтому я бы рассмотрел покупки по золоту здесь особенно на 30 минутах хорошо паттерн 5 волновой 1,2 1,2 в третьей вторая третья четвертая пятая в третьей волне вот так он здесь хорошо смотрится максимум как раз таки приходится на третью в третьей первая дивергенция в третьей ну и здесь получается 150 баров то есть хороший масштаб для рассмотрения этого импульса на мой взгляд только волна А и при наличии здесь волны Би она кстати может и сложнее быть из-за цепи этого минимума я думаю что отсюда можно рассмотреть покупки причем неплохие в третью волну пока я не считаю что нужно торопиться куда-то там запрыгивать в этот поезд и бояться что он куда-то уйдет без вас но если пойдет без нас значит без нас не проблема но лично для меня это не проблема я всегда найду ситуации на рынке в текущий момент опять же советую подождать по серебру также был сигнал покупки я бы кстати его отработал но единственное что на маленьком счете у меня это не пройдет по рискам на большом пройдет попробую вот можно как бы задним числом здесь зайти поставить стопы за минимум этот дневной график соответственно 100 будет не такой уж и маленький вот но потенциал отработки этого сигнала это один примерно к сейчас скажу один примерно к 6 вот так смп здесь происходит что тоже образуется треугольная коррекция на мой абсолютно скромный взгляд поскольку минимум волны а мы не добили я говорил о том что при наличии тройки в волне а что это не вся коррекция этого импульса а при наличии тройки в волне а мы увидим либо плоскую коррекцию либо треугольник поэтому в данном случае раз был недобой вот минимум волны а мы образовали дивергентный бар и соответственно идем внутрь треугольной коррекции что касается биткоина я все-таки думаю что фигура вот это она не достроена на недельном графике и даже после пробоя максимума девятнадцатого года не исключено что мы снова куда-то сходим вниз потом будет видно во что это будет складываться но а если ближе к рынку то есть говорить о дневном графике то здесь идет удлинение и пока завершения импульса нет особенно хорошо это видно на 12 часах где мы видим завершение только третьей волны импульса начавшегося у нас в сентябре так что дальше дальше у нас нефть по нефти есть вариант такой во первых здесь был дивергентный бар на дневном графике с которого я рассматриваю дальнейший рост то есть завершение бисе паттерна но если мы посмотрим более старший таймфрейм то есть недельный график то вполне возможно что это и бисе и и очень возможно что где-то вот на вот этих вот уровнях примерно примерно где-то в районе 51 может быть 50 может быть 52 может быть движение в пятую волну всего импульса начавшегося еще восемнадцатом году то есть один два три там четыре и так далее но пока локально если вот брать прям вот текущий рынок что называется ближе к рынку смотреть то развивается какая-то первая волна и я бы рассматривал ее завершение пока в ней удлинение идет скорее всего коррекцию из коррекции бы уже смотрел точки входа на покупку потому что если допустим в качестве сигнала брать бар на дневном графике у него достаточно большой стоп но это опять же на мой вкус и цвет что называется что касается индекса ртс давайте ртс еще поговорим то здесь был дивергентный бар на дневном графике возможно все таки это была импульсная волна это и бисе паттерн и очень возможно что мы можем пойти куда-то в рост пока что рубль также на фоне возможно роста нефти возможно еще каких-то событий которые я не смотрю я обычно смотрю график только график цены для меня является скажем так рынком рынок для меня это только график цены то что завершилось на рубле скорее всего мы имеем дивергенцию и имели дело с 1 2 3 4 5 заметьте что текущий паттерн он не нарушает правило волнового счета то есть третья волна здесь не самая короткая самая короткая 5 однако удлинение пришлось на первую и после обновления максимумов у нас завершилась 5 волновка возможно какая-то большая первая волна вверх я думаю что мы можем пойти в коррекцию всего этого импульса и вот только потом вот коррекция естественно не на один день по всей видимости и только вот потом я бы рассмотрел дальнейший рост пока я думаю что мы можем пойти в коррекцию всего импульса который мы видим на дневном графике ну что на этом у меня все я всегда буду рад ответить на ваши комментарии в следующем ролике да к сожалению не обратил внимание на комментарии под предыдущем видео но хорошо я отвечу на них через две недели если там были какие то вопросы если остались вопросы по текущему моему обзору пожалуйста пишите их в комментариях в следующем ролике через две недели также в среду я на все ваши вопросы отвечу с вами был александр котин желаю вам успешной торговли пока